И все же, скажу честно, я не понимаю смысла минимум 50% навыков, которые присутствуют в игре. Но скажите мне, кто в здравом уме будет качать, например, защиту от стрел при стойке в блоке? Я блоком за всю игру пользовался только в последнем ролике, а когда нужно еще и ловить момент стрельбы в тебя из лука, нет уж, увольте. А добрая часть желтых навыков по эффективности подходит разве что игроку-хардкорщику, который навыками не только не усиливает своего ведьмака, а наоборот хочет ослабить. Ну вот подумайте, кому нужно 500 хп? Да, несомненно, в самом начале игры это 10% от общего хп, но ведь навык от тяжелых доспехов раза в 4 круче, не говоря уже о навыках из линейки алхимии. Но больше всего меня вот уже год волнуют две линейки навыков на арбалетчика и на бомбера. Арбалет это фичи игры, которые используются разве что против летающих врагов для их снижения на землю. Но зачем целая линейка из кучи навыков вопрос странный. Аналогично и бомбы. Вещь чисто вспомогательная, с применением не на постоянной основе, а чисто при необходимости. Но ведьмак построен так, что даже самый рукожопый игрок к концу игры начинает нагибать. И все бомбы в хорошем качестве появляются там же. А нагиб прямо противоположен необходимости использовать бомбы. Но мы-то с вами люди взрослые и понимаем, что данные линейки сделаны во-первых для разнообразия, во-вторых для любителей необычного и в-третьих для тех, кто проходит разного рода испытания чисто для себя. Так что вперед на тест этих двух сомнительных, но всенепременно интересных игровых способов убийства врагов. Эта неделя была очень странной. Началась еще в воскресенье, но только сегодня смог взять себя в руки, сесть за комп и наконец-то записать это видео. Зато идей, энтузиазма и сил просто невероятно много. Привет, ковбой! С вами его из Ребус и просто канал об играх. Сегодня мы попробуем превратить смущающую меня с 2015 года линейку скиллов арбалетчика в нормальный рабочий билд. Правда, по заверениям людей из комментариев, разогнать урон от арбалета более чем в 100 единиц урона невозможно. Посмотрим, получится ли у меня сделать обратно и обернуть это в рабочий билд. В любом случае, начинаем с самых базовых экспериментов. Во-первых, начнем с мутации кошачьих глаза. И, пожалуй, это лучший и мастхевный навык для арбалетчика. А дает он нам прямое увеличение урона от арбалета, плюс шанс нанесения критического удара повышается на 50%, плюс болты пробивают противников насквозь, оглушают или сбивают с ног. При этом, если у противника полное здоровье, болт должен стабильно сносить ему еще и 15% хп. Причем даже тем противникам, которые бессмертны. Например, у меня получилось снять хп с лошади. И опять-таки, заглядывая вперед, эксперимент показал, что урон от арбалета растет при увеличении показателей силы атаки. Например, как от сета кота. Но навык эйфория работает только с мечами, поэтому в этот раз без него, так как на арбалет его не влияет. Так что, только кошачьи глаза, только хардкор. Начало неплохое. Но дальше все становится хуже. Из обычных навыков, единственным, который увеличивает урон, является орлиный глаз из желтых навыков, повышающий его на 25%. Кроме него, косвенно повышает урон навык трюкач, так как именно он позволяет выстрелить дополнительным болтом до перезарядки арбалета. Навык также находится в желтых ячейках и сильно влияет на урон в секунду. Основная линейка арбалетных скиллов находится в фиктовании. Для первого теста мы берем их все. Молниеносные рефлекты для замедления времени при ручном прицеливании. Хладнокровие для повышения адреналина. Знание анатомии для увеличения шанса критического удара еще на 25%. И сковывающий выстрел для своеобразного дебафа против монстров и лишения их возможности использовать спецскиллы. Но, вот что меня смущает. Ни один из этих навыков, по сути, не влияет на прямой урон. То есть, как бы замедление времени это очень круто. Адреналин и шанс крита замечательно. А навык сковывающий выстрел, я, если честно, даже не понял, как он работает. Я протестировал его на дедлофе и он не работает. А если он не работает на боссах, у которого есть спецспособности, то о каких других спецспособностях может идти речь в описании этого скилла. То есть, по сути, в итоге мутация плюс два навыка, которые дают урон и увеличивают дпс. И все. В самом начале мы играем чисто от полного билда на арбалетчика. Для его усиления я взял еще навык смертельная точность. Тот самый, который убивает врагов за один удар. Она работает и на арбалет. Синергия для увеличения силы мутагенов на силу атаки, которая увеличивает урон от арбалета. Убийственный кураж для стопроцентного шанса крита. И добил все это целевым навыком на легкую броню техники школы кота и сосредоточенностью для увеличения урона. При увеличении адреналина. Можно еще взять контроль метаболизма для интоксикации и выброс адреналина для ускорения выработки адреналина. Но не забывайте, чем больше желтых навыков, тем меньше красных и тем меньше бонус от красных мутагенов. Все остальные ячейки забываем красными навыками на сохранение адреналина. Мутагены абсолютно все красные. Арбалет с максимальным приростом к силе атаки это 300% именной арбалет, который можно выиграть на турнире в Тусенте. Броня, либо сборный сет на увеличение силы крита, либо кот. Оба увеличивают урон, но на самом деле сборный сет на криты во главе с мантикорой с очарованием на легкость наносит урона чуть-чуть побольше. Мечи можно даже не одевать, хотя я заметил, что с ними урон увеличивается примерно на 20-30 единиц. И честно скажу, я хрен знает почему. Из отваров нас интересуют те, что увеличивают урон. Например, сборная водяная баба и экима для бонуса к урона. Плюс, возможно катакан на шанс крита или любой другой на выбор. Например, доплер, если сможете наносить урон сзади. Из зелий важен по сути только гром на силу атаки и пурга для дополнительного замедления времени. Все, билд готов. И вот пришло время показать вам его в действии. Сначала тестирую его на сотом уровне. Рабочий урон около полутора тысяч единиц за выстрел. Во многом зависит от противников. Для слабейших утопцев или разбойников из белого сада это 1800. Учитывая, что хп у них мало, достаточно пяти выстрелов для их убийства. Для тусенских разбойников 1500-1600 за выстрел. Но у них много хп. Потому выстрелов 10 минимум, а то и 15. На самом деле, при всем моем уважении к арбалету, это очень странная вещь. Как и знаки. И без минимальных знаний сложно понять в чем соль. Но скажу сразу. Во-первых, без мутации Кожачьи Глаза пробовать играть за данный билд даже не стоит. Вы сами видели, урон без мутации он в 10-15 раз ниже. То есть было 1600, стало 120 единиц урона за выстрел. Но зато, в тот самый момент, когда у вас будет мутация Кожачьи Глаза, то есть вам нужно попасть в тусен, пройти квест Доктора Мора и накопить мутагенов и навыков для открытия этой мутации. Уже тогда вы сможете наносить почти 1500 урона за выстрел. Я сейчас не скажу точно, на каком минимальном уровне я бы смог добраться до этой мутации, но думаю примерно на 35-40 точно. Но сейчас мы проверим ее эффективность на 53 уровне. То есть тогда, когда враги уже чуточку сильнее и имеют больше хп, чем на 40 уровне. Мы не берем полный билд на арбалетчика. Мы берем только мутацию Кожачьи Глаза, навык Орлиный Глаз и Трюкач, и по желанию молниеносные рефлексы. Все остальные я вкладываю в полумагический полумечевой билд. Техники школы кота и синергии положительно влияют на урон от арбалета, но это классические составляющие для усиления любого билда. И пошлите поищем мобов. Кажется, я слышу утопцев. Раз, два, и готово. О, волки воют. Никогда не любил этих сволочей, но тут я просто немного расслабился. И вы, конечно же, скажете, что я забыл упомянуть о болтах. Так вот, я не забыл. Болты это то, что делает и без того сильный билд на 40 уровне просто богоподобным. Всего есть три важных вида болтов. Те, что вызывают кровотечение, те, что взрываются, то есть наносят массовые уроны и поджигают, и тройной болт. Болты можно сделать самим, и это несложно. Или купить у торговцев, например, у Хатори в Новиграде. У него есть реликтовые болты, но они стоят очень дорого. Кстати, хотите прикол? Теперь тусенский арбалет, да-да, тот самый. Можно купить у кузнеца, причем не синий, а даже желтый, и у него плюс 300% к силе атаки. Что делает из него чистый аналог именного арбалета с турнира. Так вот болты. И у меня просто нет слов. Билд на арбалетчика неплохо показывает себя и на 100 уровне. А на 53 он легко убивает с одного выстрела врагов моего уровня. И благодаря дальнобойному урону, например, вынести всю стражу не проблема, особенно используя взрывные болты. Но на 40-ом это просто какой-то чит. И я в шоке. Когда мне написали в комментариях, что арбалет наносит всего 1000 урона, честно признаюсь, я расстроился. Сейчас я счастлив. Мы за мутацию 2 навыка замедления времени не считаем. Получаем рабочий нагибаторский билд. В остальные ячейки ставьте что хотите. С магическими билдами я обычно предлагал итоговый вариант билда. Но тут у меня просто нет вариантов. Точнее, вариант такой. Можно использовать что угодно. Любые доспехи, любое оружие, любые знаки. Не любите умирать, вставляйте все остальные навыки на защиту. Любите магию, пожалуйста. Ячейки для развития одного-двух знаков достаточно. С фиктованием аналогично. Я бы, наверное, пользовался аксием, чтобы встанить врагов и заходить им за спину. Или подкачал бы бомбы. Но это уже тема следующего билда. А на этом все, ребята. Видео заслужило лайка, я подписки на канал. Билд на арбалетчика меня приятно удивил. Напишите, что вы думаете об этом. И могли бы вы подумать, что на первый взгляд бесполезный предаток в виде арбалета будет настолько суровым оружием. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. А пока всем пока-пока.